Это дежурная часть в студии Диана Давидова с обзором происшествий за неделю. Здравствуйте, смотрите выпуски. Ливни, ветер, песчаные бури, непогода в Дагестане спровоцировала заторы и разрушения. Укрепите окна, защитите детей. Очередная трагедия в Махачкале. Годовалая девочка после падения с третьего этажа. Травматология вместо отдыха двух водителей катеров оштрафовали на 25 тысяч рублей за сотрясение мозга и сломанную челюсть пассажиров. Вернулась бумерангом. Школьник из Ростовской области задержан за ложное сообщение о минировании торгового центра в Дербенте. Об этом и не только в программе «Дежурная часть». Непогода в конце недели в Дагестане спровоцировала заторы и разрушения. На республику обрушились ливень, ветер свыше 20 метров в секунду и песчаные бури. Затопило аэропорт. От давления воды и ветра прорвало сливную трубу, из-за чего были задержаны три рейса. Настоящую спасательную операцию развернули у пляжа. Сотрудники МЧС и МВД вытащили из воды около 14 человек. Вдвоем запрыгнули на нашу лодку и поплыли за первым рюк, который увидели. Четверо пострадавших увидели и сразу поплыли к ним на лодку. Там были две девушки. Две девушки были, к сожалению, без жилетов. Они были с надувными кругами. И неподалеку еще дрифтировали один парень с жилетом и один парень еще рядом находился. Погода испытала на прочность и коммунальщиков. Специалисты ликвидировали последствия и очищали ливневые канализации. Все же избежать подтопления улиц на определенных участках не удалось. Вода забралась в один из домов на улице Солдатская. Максимальное количество осадка выпало в Бабаюртовском районе и в Махачкале. Максимальная скорость ветра до 23 метров в секунду зарегистрирована также в столице и в Избербаше. Селевым потоком в селе Кижани Ботлюхского района унесло девочку шести лет. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Дагестану. Тело девочки было найдено в шести километрах от населенного пункта. Ливневый дождь прошел в трех населенных пунктах района Кижани, Реквани, Зело. Стихия также размыла дороги районного и республиканского значения. Для оценки сложившейся обстановки и оказания помощи из Махачкалы в Ботлюхский район была направлена оперативная группа МЧС в составе семи человек, в том числе группа применения беспилотных авиационных систем. В результате прошедшего 10 июня ливневого дождя на территории Ботлюхского района было прекращено транспортное движение из-за повреждения автомобильных дорог, ведущих в село Кижани, Зело, Ашали и Реквани. Также повлеждены внутрисельские дороги в этих населенных пунктах. Сегодня в течение дня принятыми мерами дорожными службами восстановлено транспортное сообщение с тремя селами. Ведется работа по восстановлению движения и в село Кижани. Молодой парень упал в реку Андийская Кайсу. Его унесло течением. Это произошло в период сильных ливней на окраине села Черкота. Для поисков направлены специалисты Унцукульского и Махачкалинского поисково-спасательных подразделений. В поисках также задействованы сотрудники полиции и местные жители. Прокуратура республики организовала проверку после падения ребенка из окна многоквартирного дома в Бахачкале. По предварительным данным, 11 июня годовала девочка, находясь вместе с родителями в гостях у родственников, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в Махачкале. Ребенок скончался. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Кроме того, поставлен на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту. Пострадал в результате несчастного случая. Семилетний мальчик упал с обрыва и впал в кому. Трагедия произошла у села Цемер Чародинского района. Дети играли на площадке у обрыва и в какой-то момент мальчик поскользнулся и скатился с высоты 200 метров. Вместе с ним чуть было не упал еще один малыш, но того успела подхватить бабушка. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и множество ушибов головы, а также предварительно перелом теменной кости. Мальчика экстренно на вертолете санавиации доставили в Махачкалу. Травматология вместо отдыха. Двух водителей катеров оштрафовали на 25 тысяч рублей за сотрясение мозга и сломанную челюсть пассажиров. Один из них не имел лицензии на перевозку пассажиров, а у второго даже не было прав на управление маломерным судном. Однако это не мешало им катать людей по сулаку. Первый водитель столкнулся носом катера со скалой, из-за чего ребенок-пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Во втором случае при резком повороте катера пассажирка сломала челюсть. В суде горе водители признали вину в оказании услуг, не отвечающих безопасности. Депутат Кизельюртовского района подозревается в хищении более 5 миллионов рублей. По версии следствия, подозреваемый в марте 2023 года оформил субсидии местным жителям по программе поддержки аграриев, после чего вывел из их расчетных счетов денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. Региональным следственным управлением по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы. 250 тысяч рублей и нарушений нет. За получение взятки задержаны два сотрудника отделения социального фонда по Дагестану. По версии следствия, подозреваемые в мае этого года в одном из медицинских учреждений Хасавюрта получили от временно исполняющего обязанности начальника отдела кадра взятку за то, чтобы в акте выездной проверки медучреждения не были указаны выявлены нарушения. Взятка была передана в рамках проводимого сотрудниками ФСБ по Дагестану оперативного эксперимента. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана совместно с коллегами из ФСБ России по республике установлен и задержан 14-летний житель Ростовской области, подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает Пресс-служба МВД Дагестана. По версии следствия, 8 июня ученик 7 класса позвонил в дежурную часть полиции Дербента и сообщил, что заложил взрывчатые вещества в одном из местных торговых центров. Подросток признался, что представился именем своего знакомого, проживающего в Дербенте, которому хотел отомстить из-за личной неприязни, возникшей из-за разногласий в сетевой игре. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Родители несовершеннолетнего также будут привлечены к ответственности, заявили в полицейском ведомстве. Перед судом Армавира предстанут пять жителей Дагестана за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на источник. По данным издания, не исключено, что на суд в Дагестане может быть оказано давление со стороны обвиняемых, у которых связи в правоохранительных органах республики. По этой причине процесс перенесен в другой регион. Напомню, в октябре прошлого года в аэропорту Махачкала агрессивная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу, пыталась атаковать самолет, а также повредила имущество аэропорта. В ходе беспорядков 23 сотрудника полиции пострадали, личности 136 злоумышленников установлены. Первое заседание суда по делу состоится 18 июня. Зарабатывал сам, но за газ не платил. В Дагестане перед судом предстанет собственник теплицы. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Его обвиняют в хищении газа. По версии следствия, в феврале этого года бизнесмен незаконно подключился к газопроводу и пустил ресурс в самодельные котлы. В пресс-службе прокуратуры Дагестана уточнили, уголовное дело для рассмотрения направлено в Левашинский районный суд. В Дагестане задержали выходцев из Ближнего Востока. Двое граждан одного из ближневосточных государств незаконно пересекли границу Российской Федерации, переплыв реку Самур. Пограничники задержали их на участке госграницы в Маграмкенском районе. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Махачкалинец ответит в суде за хищение денег под предлогом продажи квартир. Так, по версии следствия, в 2021 году обвиняемый обманул двух жителей республики, заверив, что у него есть разрешительные документы на строительство 16-этажного многоквартирного дома на проспекте Акушинского в Махачкале. Он также убедил их, что имеет разрешение на подключение дома к коммунальным сетям. Далее предприимчивый махачкалинец под предлогом продажи квартир получил от покупателей первоначальный взнос на сумму 680 тысяч рублей. Эти деньги он похитил. Уголовное дело по статье 159. Мошенничество направлено в суд. Это были происшествия за неделю. Берегите себя и своих близких. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok